Жаркое лето принесло уральцам массу неудобств. Отключение горячей воды стали уже привычным делом. 18 июня газовики перекрыли кран второй раз с начала года. Долги, а уже от теплоэнерго, приблизились к миллиарду тенге. Пробелы законодательства привели к тому, что пострадали все. И добросовестные потребители, многие из которых внесли предоплату, и неплательщики, которые имеют счета до 1 миллиона тенге. Но все же долг за газ удалось сократить до 240 миллионов тенге. Кастрон газа подал газ. На сегодняшний ТЭЦ уже работает у нас. Весь город, то есть все многоквартины жилые домы уже пользуются с горячей водой. У нас в текущем году по программе наружил выделенные средства на реконструкцию теплосеть. Это у нас ТМ-7 и ТМ-2. На два объекта сейчас, то есть 226 многоквартины жилой дом и 29 социальные объекты сидят без горячей воды. Причина вот реконструкция тепломагистрали ТМ-2, ТМ-7. Ситуация не меняется из года в год. Газовики не знают, как бороться с долгами и закрывают подачу голубого топлива. А уже теплоэнерго сетуют на неплательщиков. С ними даже судоисполнители не знают, как бороться. Арестованные квартиры, машины и предметы быта исчисляются сотнями. Продолжаются работы по должникам. На сегодняшний день более 2000 исков находятся в суде. 8 групп по городу у нас работают по должникам. По шасси участков, каждый обход квартир. Также 45 машин было дополнительно арестовано, выдворены штрафстоянку. Вот такие меры на сегодняшний день продолжаются работы. Данная работа будет продолжаться до конца, то есть до начала отопительного сезона. Стоит отметить, что в этом году уральцам уже давали горячую воду, но через две недели ее отключили вновь. Тепловики не смогли обеспечить возврат необходимых платежей. Роман Копняев, Нурлан Кунашев, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42.